Сбер собрал представителей стран БРИКС для обсуждения глобальных вызовов зеленой и устойчивой повестки. В ходе восьмого Восточного экономического форума прошла сессия на тему глобальной вызовы зеленой повестки, проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС. В рамках сессии спикеры обсудили вопросы глобального потепления, изменения климата, а также комплексные меры по снижению рисков их последствий. Сегодня мы представили то, что делает Центр искусственного интеллекта на Дальнем Востоке, здесь, в ДВФУ. Первое – это сохранение амбурского тигра, фотоловушки, которые распознают тигра. Если тигр новый, то они тоже говорят, что он новый. Это важно, потому что, собственно говоря, популяция тигров, по счастью, обновляется. Потом это предсказание тайфунов. Мы видели, что именно здесь, в Владивостоке, буквально недавно прошел тайфун. Если бы мы могли его предсказать заранее, то, конечно, ущерба было бы меньше. И в части именно снижения углеродного следа мы разработали интересный инструмент, который позволяет снизить углеродный след нейросетей на большие цифры. Допустим, до 90% можно снизить углеродный след при работе алгоритма искусственного интеллекта. Это будет открытая библиотека, которая будет доступна всем, чтобы все могли снижать выбросы ЦО2 и таким образом уменьшать привлековый эффект. Спикерами на сессии выступили представители научного, экспертного и бизнес-сообществ Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки. Они обменялись опытом осуществления энергоперехода, рассмотрели новые возможности для сотрудничества в области зеленых инноваций и низкоуглеродного развития. У нас достаточно много активностей. То, что мы сейчас уже обсудили, как раз в рамках этой панели, это первое, общие зеленые сертификаты на энергию. Второе, это общий рынок углеродных единиц. Это большая тема. Мы сейчас выпали из западной повестки, соответственно, нам надо делать БРИКС. Историю. Общие рейтинги в части ESG. Это тоже большая важная тема, но примерно по той же причине. Дальше совместное и общее финансирование ESG-проектов. Это экологические и социальные проекты, допустим. Это все, что связано с общей сертификацией. Тоже большая тема. Наверняка будут еще и дополнительные задачи. Но вот это то, что уже сейчас выглядит яркой и интересной повесткой для всех стран БРИКС и БРИКС-плюс с 1 января 2024 года. Также в ходе сессии состоялось голосование. Спикерам, зрителям в зале и наблюдающим трансляцию было предложено ответить на вопрос, какие направления сотрудничества между странами БРИКС в сфере устойчивого развития они считают наиболее перспективными. Больше всего голосов набрали такие варианты. Инновационные исследования и технологии – 31%. Образование и развитие человеческого капитала – 27%. А также зеленый переход и декарбонизация набрали 17% голосов. Ирина Шилина, Денис Фадеев. Новости на восьмом.